Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телеканал ТДК-42, программа «Итоги недели». В студии для вас работает Олег Великий. Сегодня, по сложившейся традиции, я и мои коллеги расскажем вам о самых значимых событиях. Этой неделе и вот, что вы увидите. Юбилей с размахом отметили в столице Казахстана. Какой подарок Астане преподнес западный регион? Проблемы транспортной инфраструктуры, когда в Уральске начнут выпускать на линию новые автобусы? Почему люди пренебрегают правилами поведения на воде? И помогают ли проводимые спасателями рейды? Столица наша Астана – современный город, который привлекателен для туристов и комфортен для проживания жителей и гостей с благоприятной окружающей средой. Этот город еще совсем молодой, можно сказать, даже юный. На этой неделе Астане исполнилось всего-то 20 лет. То есть столицей Казахстана этот город стал в 1998 году. За это время город очень изменился. Астана продолжает развиваться, население города увеличивается, появляются новые многоэтажные кварталы, строятся самые современные здания, которые поражают своей архитектурой. Гости из других стран, приезжая в Астану, открывают рты от удивления. Сейчас это город будущего, город мечты. Астана сегодня уже многонациональный город-миллионник. Почему же Астана именно стала столицей Казахстана? Ну, во-первых, она более безопасна в плане землетрясений, чем старая столица Алматы, не так перегружена автомобилями. К тому же там можно развернуть масштабное строительство, чего не сделать в предгорной Алматы. Как я уже говорил, на этой неделе мы отпраздновали 20-летие Астаны, а в преддверии этой знаменательной даты наша Западно-Казахстанская область подарила столице сквер и памятник герою Советского Союза Маншук Маметовой. Глава государства лично возложил цветы к этому памятнику. На территории сквера расположены также скульптура, фонтан, амфитеатр на 100 мест, ландшафтная инсталляция, волшебный лабиринт, тематические площадки, баскетбольная и беговая площадки. Давайте посмотрим на эту красоту. Западно-Казахстанская область подарила столице такой прекрасный сквер. Здесь есть амфитеатр, детская площадка, место для чтения и красивый памятник, где Маншук Маметова выглядит молодой и красивой. Астана принимает подарки. До дня рождения столицы еще два дня, а ЗКО уже вручили столице крупный презент. В качестве получателя выступил сам президент страны. Глава государства возложил цветы к памятнику легендарной пулеметчице. Подарок ЗКО особенно понравился малышам и их родителям. Спасибо Западно-Казахстанской области. Огромное большое спасибо. Мы очень рады, что такой подарок они нам сделали. Нам очень нравится то, что выходя из садика, теперь мы можем далеко никуда не ехать, сразу же перейти дорогу и поиграться здесь. Очень радует глаз, очень мы счастливы, действительно, что в нашем пути, именно в нашем районе, открылся вот такой вот замечательный, большой развлекательный сквер. А это сестра Маншук, которой очень понравилась скульптура. Первая казахская женщина, которой было присвоено звание Героя Советского Союза, родилась в Западно-Казахстанской области. Какой памятник вышел, какое вот изнеяние. Состояние это в бронзе. Она стоит спокойная, задумчивая. На лице у нее нет никакого волнения. И только думает она о том, быть или не быть. Настоящим именем Маншук была Мансия. В детстве ее называли ласкательно Моншахом. Но так как Маншук была маленькой, то не могла выговорить слово Моншах. И у нее получалось лишь Маншук. Она рано стала сиротой, а дядю, который ее воспитывал, расстреляли во время репрессий. И самое главное здесь, учитывая, что здесь проспект Победы, в центре этого сквера мы решили поставить памятник Герою Советского Союза, Герою нашей Родины, Маншук Маметовой. И это не случайно, что Маншук – это героиня всего казахского народа. И чтобы памятник стоял именно в центре столицы. Чтобы молодое поколение могло гордиться своими предками и помнить о тех славных героических подвигах нашего старшего поколения. На войне она познакомилась со своей любовью, пулеметчиком Нуркеном. Возможно, благодаря ему Маншук освоила пулемет. В одном из боев замолчал один Максим, затем затих другой. Маншук поняла, что сослуживцы убиты. Тогда девушка принялась стрелять из трех пулеметов поочередно. Она стреляла, даже когда осколок ранил голову. Она могла бы жить. У меня могли быть какие-то свои в будущем планы. Она могла бы испытать чисто семейное, женское счастье. Но все это, как говорится, оборвала война. И поэтому мы ее решили оставить в образе молодой девушки, задумчивой. Она нелегкая у нее судьба была. Ну, а такие аксессуары, как одежда зимняя, шапка. Ну, потому что она погибла именно зимой. Сослуживцы рассказывали, что отступая, хотели забрать с собой раненую Маметову. Но пулеметчица возразила, если перестанут стрелять, вы не уйдете живыми. В тот день погиб ее возлюбленный. Бауржан Шайхмет, Ахмедяр Ильясов, телеканал ТДК-42 из Астаны. Премьер-министр Казахстана Бахаджан Сагентаев высказал недовольство деятельностью АО «Казавтожол». Он заявил, что глава «Казавтожол» Ермек Кизатов рассказывает не о работе нацкомпании, а о деятельности местных исполнительных органов. Вот что ему не понравилось. Сагентаев сказал, что большая часть объектов придорожного сервиса не соответствует требованиям национального стандарта и не способна полноценно обеспечить услугами как международные транзитные перевозки, так и внутренний спрос. Согласно национальному стандарту придорожного сервиса, все объекты придорожного сервиса делятся на четыре категории по уровню комфортности. Минимальные требования – теплый туалет, автозаправочная станция, розничный магазин и возможность обогрева. Максимальные включают возможность получения медпомощи или услуг СТО, наличие гостиничных номеров, банкоматов и даже общественный душ. В 2015 году сообщалось, что три четверти объектов придорожного сервиса в Казахстане не соответствуют стандартам и к развитию будет привлекаться частный бизнес. А в ноябре 2017 года в Министерстве по инвестициям и развитию заявили, что на самых востребованных дорогах приведут в порядок уже существующие объекты придорожного сервиса, а также установят типовые дорожные павильоны. Кстати, национальный стандарт вступил в силу уже с 1 июля текущего года. Планы Кабмина по строительству и реконструкции автодорожной сети могут упереться в полное отсутствие соответствующей международным стандартам придорожной инфраструктуры. Есть комплексы, где пассажиры могут посетить пункты общественного питания, купить кое-что по мелочи и немного расслабиться после нескольких часов неподвижного сидения в креслах автобуса. Но уровень кулинарных изысков придорожных кафе находится, мягко говоря, на нуле, а их санитарное состояние не выдерживает никакой критики. Пассажиры моментально делятся на тех, кто сознательно рискует своим здоровьем, и тех, кто решает не рисковать. А чиновники до сих пор говорят о теплых туалетах и рекламе. По оценке Казахстанской ассоциации автомобильных перевозчиков необходимо строительство 40 многофункциональных комплексов. Вместе с тем нужно установить еще 70 павильонов сервиса «Казвей» с теплыми благоустроенными санитарными узлами. Первые такие объекты установлены на автодороге «Астана-Щучинск». В планах Казавтожола размещение информации о павильонах в сетях «Транспарк», а также «Гугл» и «Яндекс». Имеющиеся вдоль дороги комплексы возникли в начале 90-х на месте таких же комплексов советского типа. Причем после распада Союза они практически забыли про то, что такое санитарный контроль. В 90-е годы созданием придорожной инфраструктуры занялся частный бизнес. Первые кафешки и СТО у дорог отвечали лишь минимальным требованиям. В Европе же давно приняты стандарты, согласно которым водители большегрузных авто не могут находиться за рулем более 4 часов без перерыва. Поэтому наличие в развитых странах мира придорожного сервиса высокого качества не прихоть, а необходимость. Причем сервис должен отвечать международным стандартам. Типовые комплексы придорожного сервиса не соответствуют стандартам двухгодичной давности. То есть в течение двух лет каждый область действовала самостоятельно. У вас одно понятие, требование бизнеса другое. Что вы делали в течение двух лет? Пока вы завершите, все области по своему пониманию отстроят. Вдоль дороги уже нет пустых мест. То есть вы говорите не о своей работе, а о работе, проведенной Акимами. Согласно плану, они не соответствуют типовым павильонам. При дорожных комплексах водители должны отдохнуть или остаться на ночлег. Дальнобойщики, проезжая по территории Казахстана, о полноценном отдыхе или сне даже не мечтают. Озвученные проблемы резко снижают привлекательность страны, как международного транспортного узла. В условиях отсутствия качественной придорожной инфраструктуры по нашим дорогам никто не поедет или вообще объедут Казахстан стороной. Заявленные планы по развитию проекта автодороги «Западная Европа-Западный Китай» могут оказаться под угрозой срыва. Социальные проблемы сельского населения в современных условиях развития общества приобретают большую актуальность. На сегодняшний день социально-культурное развитие села связано с особенностями и спецификой сельского образа жизни и с необходимостью развития социальной инфраструктуры села. Говоря простыми словами, проблемы сельского населения занимают одно из важнейших мест в исследованиях социологов, экономистов, политологов, философов. А проблем, как известно, много, особенно в отдаленных округах. С одной стороны, жить в поселке хорошо, чистый воздух, природа, но когда в селе нет воды, газа и других благ цивилизации, когда один магазин на весь поселок, полуразвальная школа, о детском садике не может быть и речи, это, конечно, уже другой вопрос. Хотя есть, конечно, исключения. Например, село Шабдаржаб в Тайпакском сельском округе. От областного центра оно расположено примерно в 300 километрах. Казалось бы, далеко, но жизнь там вполне современная. Много молодежи, в основном люди занимаются животноводством, берут кредиты и открывают свое дело. А еще совсем скоро там откроют новую школу. Вместо аварийной постройки 50-х годов прошлого века в селе Шабдаржаб возвели новое здание почти на 200 учащихся. С ходом работы ознакомился Аким области, Алтай Кульгинов и мои коллеги. Сегодня в селе Шабдаржаб Тайпакского сельского округа проживает 745 человек. В прошлом году стены школы покинули 154 ученика. В учебном заведении работает 31 педагог. Действует библиотека. До недавнего времени ученикам приходилось заниматься в старом аварийном здании. Строительство новой школы в селе началось в августе прошлого года. Сегодня объект готовит к сдаче. Это здание более вместительное. Здесь предусмотрены отдельные учебные кабинеты. Здание осмотрел Аким области Алтай Кульгинов. Ему показали и кабинеты современных технологий. У нас 3000 квадратов на 198 учащих мест. Здесь внедрены новые технологии кабинеты, работа техники, стадион. Все как по современному стандарту. Средства на строительство школы выделила компания «Карачаганак Петролиум Оперейтинг БиВи». На средства республиканского бюджета запланировано строительство водопровода. Общая стоимость свыше 445 миллионов тенге. Программа по обеспечению питьевой воды здесь поставлена. Только начинается аклаба Дарламаса. Заодно полное обеспечение газом. Надеюсь, что на следующем году, может быть, к 2020 году будет дорога аспальтированная. Стоит отметить, что местность граничится Тараусской областью. Поэтому с улучшением инфраструктуры район может рассчитывать на дальнейшее развитие. Марина Горбук, Ербул Аманшин, Рустам Джумашев, ТДК-42. Эта неделя выдалась очень жаркой. Прямо сейчас узнаем, было ли так же горячо в мире финансов. Прямо сейчас ко мне присоединилась моя коллега Ангульнара Умарова. Ангульнара, добрый вечер. Добрый вечер, Олег. Расскажи, пожалуйста, о новостях в сфере экономики. Что произошло интересного на этой неделе? Какие изменения? Ну, ты знаешь, по сравнению с погодой было немного прохладнее. Хотя, конечно же, форумы проходили интересные. На этой неделе касались они сферы финансов, инвестиций. И там обсуждались будущие перспективы. Ну, например, какие? Ну, например, то, что Казахстан готов способствовать экспорту сельхозпродукции, других товаров и помогать инвесторам. По крайней мере, все, что он может, он сделает. Ну, думаю, финобзор будет сегодня интересный. И, пожалуйста, тебе слово. О том, что обещали инвесторам на этой неделе, о премьере, о его словах и о том, насколько все-таки выдача виз помогает в вложениях, обо всем этом в финансовом обзоре. 63 новых проекта на общую сумму 6,8 миллиарда долларов. Появятся они за счет инвестиций, которым готовы оказывать максимальную поддержку. Такое заявление сделал Сагентаев. И, по словам премьера, приток ожидается в новый сектор экономики. Это финансы, электронная торговля, IT-технологии и финтех. Помимо этого, вложения ждут агропромышленный комплекс и пищевая промышленность. А еще поддержать Казахстан готов в производстве мяса и экспорте сельхозтоваров. В итоге мы можем составить конкуренции таким, как Бразилия, Новая Зеландия и Канада, уверен Сагентаев. Между тем, проходивший в Астане круглый стол по глобальным инвестициям собрал более шести сотен руководителей крупных мировых компаний и казахстанского бизнеса. А также мировые эксперты, политики. И для обсуждения инвестиционного потенциала собрались 60 инвесторов из Турции, 43 из США, 37 из Германии, 60 из Великобритании, 49 из КНР и 28 из Франции. А также 30 из Российской Федерации, 74 из Арабских Эмиратов и многие другие. Обслуживать инвесторов будет Международный финансовый центр «Астана». И уже выдано порядка 250 виз для них, также им будет дан статус инвестиционного резидентства. Прошла в эти дни и Международная финансовая конференция, а на повестке дня – зеленая экономика, глобальные финансы и рынки, а также исламская экономика. Заявку подали 150 спикеров из 40 государств мира. Это аналитики, лауреаты Нобелевской и Пулитцеровской премий и многие другие. Международный финансовый центр «Астана» может стать эффективной площадкой для внедрения инструментов, механизмов и стандартов зеленого финансирования. Здесь в сфере «Клинтек» уже созданы и действуют центры компетенции зеленых финансов, а также Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов под эгидой ООН. Еще одной особенностью финансовых услуг МФЦА является содействие развитию рынка исламского финансирования. Уже сейчас на базе МФЦА совместно с Азиатским банком развития и Исламским банком развития создана необходимая правовая и регуляторная среда. На неделе в Казахстане прошли новые изменения. Например, с 1 июля размер базовой пенсии увеличит на 67%. В январе вырос размер солидарных пенсий на 8%, а базовой – на 6%. Теперь новый метод начисления будет связан с трудовым стажем. Будет начисляться от 54 до 100% от прожиточного минимума. И, согласно данным Минтруда, более 2 миллионов казахстанцев смогут получать повышенную пенсию. Половина из них получит базовую пенсию по максимальной ставке. То есть отныне размер базовой пенсии будет привязан к трудовому стажу и длительности участия в системе. Перерасчет будет произведен всем. Изменится сумма автоматически, и для этого не надо идти в уплотной центр или в ЦОН. Для тех, кто только собрался выйти на пенсию, расчет будет произведен по новому методу. Перерасчет базовой пенсионной выплаты будет осуществляться в зависимости от стажа участия до января 1998 года по солидарной системе. То есть будет учитываться трудовой стаж по трудовым книжкам, по трудовым договорам. После января 1998 года по накопительной системе. Это как общее количество месяцев, за которые поступали обязательные пенсионные взносы в накопительный пенсионный фунт. Ожидает казахстанцев и новый вид пособий, потому что прибавку на жизнь получат не только пенсионеры. Это те, кто ухаживает за совершеннолетним инвалидом с детства. Около 30 тысяч тенге ежемесячно и пожизненно. Это позволит качественно улучшить уход за людьми, которые нуждаются в посторонней помощи. Для назначения пособий по уходу за инвалидом первой группы с детства, Если заявитель дееспособный, то он имеет право выбрать лицо, которое будет осуществлять уход за инвалидом первой группы с детства, достигшего 18 лет. Если инвалид недееспособный, то нужен документ, подтверждающий установление опеки, попечительства над инвалидом первой группы с детства. Для лица, определенного, как осуществляющего уход за инвалидом первой группы с детства, это нужен документ, удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий сведения о номере банковского счета выполномоченной организации по выдаче пособия. На все эти цели уже предусмотрено 128 миллиардов тенге из казны. И, как опять-таки отметил Минтруда, данные новшества соответствуют принципу социальной справедливости. А также усилению мотивации, ибо чем дольше работаешь, тем больше получишь в старости. Хотя взгляд на эту старость и пенсию у каждого свой. Вообще-то это неправильно, что пенсии дают в старости. По-настоящему ее надо давать от 18 до 35 лет. Лучший возраст. В эти годы и работать-то грех. Надо заниматься только личной жизнью. А потом уж можно и на службу ходить. Все равно от жизни никакого толку. Снизились и налоги, кстати, но для тех, у кого доход не превышает 60 тысяч в месяц или 25-кратный размер МРП. Высвобождаемые деньги будут направлены на повышение зарплат этих же людей. То есть более чем у 2 миллионов граждан. Поправки в закон о социальном обеспечении подписаны, но вступят в силу только с 1 января 2019 года. Тем временем эксперты Международного валютного фонда предложили компенсировать снижение подоходного налога для населения с низким доходом за счет введения прогрессивного налога для высокооплачиваемых казахстанцев. Может и не прямо сейчас, а хотя бы в ближайшие годы, говорят специалисты. Кстати, должники по налогам больше не смогут открыть счет в банке и получить зарплату. Это одно из изменений, которые внесли в налоговый кодекс. Опять-таки с 1 июля эти новшества уже заработали. Банки и другие организации, которые проводят банковские операции, просто обязаны отказать лицу, который имеет задолженность. И не только в открытии счета, но и в денежных переводах, оформлении техники в кредит и других вещей. Это же касается и людей, которые имеют социальную задолженность. Вот такой выдалась минувшая финансовая неделя. Всего доброго. Говорить о транспорте – это все равно, что говорить о движении, от которого зависит эволюция человечества. На протяжении нескольких тысяч лет человек в своем развитии прошел этап от момента изобретения колеса до освоения Вселенной. И если сравнить древние потребности человечества в транспорте, то они ничтожны малы по сравнению с современными. Ни одно государство в мире в своем историческом развитии не обходилось и не обойдется без развитой транспортной инфраструктуры. Одной из основных проблем городского общественного транспорта является сильная изношенность и недостаточные темпы обновления подвижного состава. Как следствие, износа подвижного состава снижается уровень технической надежности и безопасности пассажирского транспорта. Возрастает поток сходов с линии по техническим неисправностям. Кроме того, в значительной степени растут затраты на эксплуатацию подвижного состава и себестоимость перевозок пассажиров. Чтобы передвижение в общественном транспорте было комфортно, можно обновить автопарк. Дорого, конечно, но тариф-то на проезд подняли, а условия перевозок лучше не стали. Этот вопрос нужно решать. И тут стало известно, что до конца года в Уральске планируют обновить как минимум 10% имеющихся пассажирских автобусов. Первая партия в 10 транспортных средств уже прибыла в наш город. Автобусы им приобретены компанией «Батыс Дилижанс». До конца года новый транспорт планируют закупить еще пять предприятий пассажироперевозчиков. В Уральске насчитывается порядка 600 пассажирских автобусов. В 2017 году, когда повышали тариф 60 до 80 тенге, одним из обязательных условий, которые поставили перед перевозчиками, было обновление автопарка. Заменить на новый планировалось 60 автобусов. Еще весной ТО «Батыс Дилижанс» приобрело два новых автобуса марки «Вектор». На днях прибыли еще восемь единиц транспорта этой марки. Поступил в город Уральск партия из восьми автобусов марки «Вектор». Это более вместительнее, чем пазики. Там до 70 вместимость по сравнению с пазиками практически в полтора раза. С кем-то появится? В настоящее время они проходят таможенную очистку, то есть получат новые номера. Сейчас они на транзитном номерах. Соответственно, обороты. В ближайшее время, до первой декады июля, мы эти маршруты запустим. В 2018 году в Уральске в качестве субсидий пассажироперевозчикам будет выделено 190 миллионов тенге. Деньги направят в те предприятия, которые модернизируют автопарк. Субсидии будут составлять 10% от суммы приобретаемых автобусов. Средства будут выплачиваться в течение трех лет. Мы взяли кредит в банке второго уровня. Процент составляет 14,5%. Кредит взяли на пять лет. Ориентировочная стоимость автобуса одного в районе 20 миллионов. Без поддержки государства, без поддержки руководства дальнейшее обновление будет проблематично. Стоит отметить, что в областном центре в замене нуждаются более половины пассажирских автобусов. Роман Копняев, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев. Телеканал ТДК-42. Ну когда еще как не летом нам купаться на реках? Июль только начался, поэтому есть еще время урвать, так сказать, жаркие дни и провести их в теплой воде. Особенно трудно вытащить детей из воды. Все мы любим купаться, но не стоит забывать, какую опасность несет водоем. Самое главное, нужно запомнить, что нельзя купаться в нетрезвом виде. Под воздействием алкоголя люди часто переоценивают свои силы, а также совершают неосторожные поступки в отношении других любителей поплавать, что зачастую приводит к плачевным последствиям. И не оставляйте детей без присмотра. Уже два человека в Уральске утонуло с начала купального сезона. Об этом сообщают сотрудники областного департамента ЧАЭС. Специалисты настоятельно рекомендуют не отдыхать на стихийных пляжах, либо строго соблюдать все правила поведения на воде. С целью контроля ситуации на побережье рек спасатели проводят рейды. В один из них отправились и наши корреспонденты. На смену прохладе в Уральске пришли жаркие знойные дни. В часы пик температура воздуха зашкаливает за 40 градусов. Вполне естественно, что люди в такую жару проводят время на реке. Оборудован пляж или нет, в эти минуты мало кого интересует. Да и выбор невелик. По словам сотрудников ЧАЭС, всего три зоны в области отвечают правилам безопасности. Остальные считаются стихийными пляжами. Здесь-то и происходят несчастные случаи. Регистрируются они ежегодно. Причина следующая. То есть это дети оставлены без присмотра, которые прыгают в неустановленных местах, не соблюдают меры. Конечно, они балуются на воде, это дети. За ними нужен присмотр. Также люди, которые находящиеся в алкогольном опьянении, распитие спиртных напитков на берегу, разгоряченные, они прыгают опять с тех же лодок, с тех же мест, которые они не знают. И вот впоследствии такие бывают у нас трагические. Проблема нехватки мест отдыха налицо. Представители Акимата запланировали решить ее путем открытия дополнительных зон для купания. В текущем году сотрудниками ЧАЭС был озвучен проект по созданию нескольких десятков пляжей в области с помощью привлечения предпринимателей. Согласно проекту, территория должна быть очищена, оборудована, а отдыхающие должны находиться под постоянным присмотром спасателей. Но количество пляжей пока осталось прежним. Находится на стадии реализации. Надеемся, что у нас решится вопрос положительно. И у нас откроется еще один пляж. Многие уральцы готовы принять новые возможности отдыха. Даже если вы закроете это все, в любом будет ходить и купаться. Пускай какие-то, допустим, внесут там новшества, какие-то там, пускай платные будут, там 200 деньги, 500 деньги, там платные будут. Но факт того, что мы, допустим, приехали, мы уже за детей не переживаем, за наших детей. При этом не стоит забывать, что безопасность на воде в первую очередь зависит от самого человека. Поэтому спасатели настоятельно рекомендуют соблюдать элементарные правила поведения на воде. Не купаться в состоянии алкогольного опьянения, не заплывать далеко, прежде чем окунуться, проверять местность, не заходить в воду при плохом самочувствии и пользоваться спасательными средствами при неумении плавать. Марина Горбук, Ербова Маншина, Рустам Жумашев, ТДК-42. А сейчас поговорим о новостях в преступном мире, обо всех преступлениях, которые произошли в черте города и за его пределами, расскажет мой коллега Сергей Уланов в еженедельной рубрике «Криминальная хроника». Сергей, добрый вечер. Добрый вечер, Олег. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сергей, расскажи, что произошло на этой неделе. Можно ли отметить, что преступлений стало, может быть, меньше или наоборот, больше? Далее к сегодняшней «Криминальной хронике» мы поговорим не только об уголовных правонарушениях, но и административных. Ну, например, какие? Что это? Ну, например, в специализированном межрайонном экономическом суде по Западно-Казахстанской области был удовлетворен иск одной из АЗС к одному из СМИ, которая опубликовала статью, которая не соответствует действительности. Но обо всем подробнее, не только об этом, я расскажу прямо сейчас. В Уральске преступник обманул пенсионера на 17 тысяч тенге. Мошенники все чаще используют просторы интернета для обмана людей. Так неизвестный человек позвонил 64-летнему мужчине и сообщил, что тот выиграл приз – сотовый телефон. Пенсионер, поверив на слово, ни о чем не подозревая, отправил мошеннику предоплату в размере 17 тысяч тенге через терминал на номер мобильного телефона. После этого абонентский номер стал недоступен. Только после того, как житель города Уральск понял об обмане, он обратился с заявлением в полицию. В настоящее время Управление внутренних дел города Уральск проводится досудебное расследование по части 2 ст. 190 Уголовного кодекса РК «Мошенничество». В Уральске суд обязал издание СМИ выплатить материальный ущерб. Компания ТО «Нефтейкопирейтинг» подала иск в суд к ТО «Журналистская инициатива» и ТО «Пресс-неделя» о признании сведений, не соответствующих действительности. В судебном иске представители организации предъявили ответчику материальный ущерб в виде упущенной выгоды в размере около 3 млн тенге. Как стало известно из материалов Западно-Казахстанского областного межрайонного экономического суда, 18 января текущего года на сайте газеты «Уральская неделя» была опубликована статья «Некачественное топливо на АЗС «Нефтек», содержание которой не соответствует действительности. Кроме того, опубликованное позже опровержение не соответствует критериям, установленным требованиями законодательства. ИСТЕС посчитал, что после опубликования статьи его деловая репутация пострадала, снизилась реализация нефтепродуктов и сопутствующих товаров в сети АЗС. Решением специализированного межрайонного экономического суда по Западно-Казахстанской области иск был удовлетворен. Руковод статьей 223 ГБК суд решил, что из ТО «Нефтек» оператив, ТО «Журналистская инициатива», ТО «Пресс-неделя» Ахмедярова о признании сведений не соответствующей действительности, как порочащей деловую репутацию СЦА, об обязании опречика провернуть данные сведения, и изыскание упущенной выгоды в размере 2 млн. 939 тыс. 32 тенге удовлетворить, признать сведения, изложенные в заголовке статьи и в тексте статьи «Некачественное топливо на АЗС «Нефтек», опубликовано 18 января 2018 года в разделе «Народные новости» с сайта W.U.U.R.A.L.S.K.E.Z. газеты «Уральская неделя» не соответствующие действительности, как порочащие деловую репутацию СЦА, обязательную журналистской инициативой ТО «Пресс-неделя» Ахмедярова опубликовать опровержение несоответствующей действительности сведений в разделе «Народные новости» с сайта W.U.U.U.U.R.A.L.S.K.E.Z. В Западно-Казахстанской области утонул 57-летний мужчина. Об этом сообщили в департаменте ПЧС. Трагедия произошла на озере возле поселка Серебряково. Сотрудники экстренных служб просят уральцев купаться только в отведенных для этого местах. Ни в коем случае нельзя заходить в воду, находясь в состоянии алкогольного опьянения. 30 июня текущего года в оперативную дежурную службу департамента ПЧС поступило сообщение о том, что 29 июня текущего года ушел в посте овец гражданин нашей области и не вернулся. На поиски данного гражданина были привлечены силы оперативно-спасательного отряда. И 30 июня текущего года труп был обнаружен в реке. Сейчас по данному факту назначена судебная медицинская экспертиза. В целях профилактики краж гражданского оружия из квартир полицейские напоминают, что оружие и патроны, согласно законодательству, должны храниться в прочно прикрепленном к полу или стене металлическом сейфе, толщина стены которого должна быть не менее 3 мм. Что касается владельцев оружия воинской службы, то те обязаны сдавать его на временное хранение в органы внутренних дел на период длительной командировки. При перемене места жительства владелец оружия должен снять оружие с учета в органы внутренних дел и в 10-дневный срок поставить его на соответствующий учет по новому постоянному месту жительства. Уважаемые телезрители, на этом криминальная хроника подошла к концу. Мы не разглашаем имена и фамилии участников преступлений в интересах следствия. Берегите себя. До встречи в эфире. Мой коллега минуту назад понарассказывал вам всяких страшилок. Давайте отвлечемся и поговорим о положительных новостях. Например, о новом празднике, который появился в Казахстане. Это национальный день Домбры, утвержденный президентом. Он станет ежегодным, а праздноваться будет в первое воскресенье июля. Домбра знаменует собой духовное возрождение, национальную культуру и символ народа. О том, как впервые праздник отметили в Западном Казахстане, расскажет наш корреспондент. Знаменитых и любимых народом домбристов подарила при Урале. Это Дина Нурпиесова, Курмагазы, Сейтек и многие другие. Все они стали основателями музыкальной культуры, память о которых не должна угаснуть. У памятника Денью Курмагазы в Уральске состоялась первая из ряда мероприятий, посвященных Национальному Дню Домбры. Затем праздник переместился на площадь первого президента и на площадке выступали не только именитые мастера, но и начинающие таланты, дети и взрослые. Каждый из них по своим причинам увлекся Домбро и объединяет их одно – это любовь к народной музыке. Правда, пока не все произведения даются с легкостью, но исполнители, по их признанию, прилагают все усилия. Ну, просто я учился в казахской школе, и там у нас был предмет, на котором мы играли, ну, музыка, на котором мы играли на Домбре. Сначала были проблемы с этим, мы потом решили пойти на Домбру, а потом уже мне самому понравилось, потому что довольно красивый инструмент. Ну, например, есть шигер у Дина Нарпийсова. Ну, или, например, не совсем сложный, но пока еще для меня трудный в освоении – это Ада и Хруангаза. Субтитры сделал DimaTorzok Участники мероприятия говорят, что наконец-то самый любимый инциональный инструмент получил свое особое место. В календаре праздников Домбра впервые, а в душах народов – целую вечность. Мы много лет ждали этого дня, и вот он наступил. Весь народ рад этому. Домбра – это летопись казахов, это вечный инструмент и наши сокровища, как никакой другой инструмент передает всю суть, духовность народа. И для меня Домбра – это суть жизни. Как отметил сегодня заместитель Акима области, Домбра – это отражение сути и духа народа. Мы должны гордиться этим, учить подрастающее поколение музыкальным ценностям. И, между прочим, еще четыре года назад ЮНЕСКО внес Домбру и произведение, которое на ней исполняется – список нематериального культурного наследия человечества. Мы оставляем нашей молодежи и будущим поколениям огромное и важное наследие. Сегодня во всех школах звучат звуки Домбры вместо обычных звонков на переменах. Это большая радость – праздновать отныне и всегда Национальный День Добры. И мы верим, что молодежь впитает в себя культуру и традиции народа, выражаемые музыкой и через Домбру. У нас есть независимость, развитая экономика. Все есть. Остается только трудиться. И впереди еще новые достижения. Ну вот, это было все, о чем мы хотели вам рассказать. Такую неделю запомнили корреспонденты телеканала ТДК-42. Я с вами прощаюсь. Увидимся ровно через семь дней. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова